Всегда в жизни и в бизнесе в том числе биться надо до последнего. Нужно ставить цель, определять время и двигаться к своей цели. Сказать очень просто. Вякнуть, произнести эмоционально возбуждающие, вдохновляющие слова, это ничего не стоит. И то не для всех правда. А сделать, сделать это очень тяжело. Вчера был день, когда завершался месяц, и кое-кто успевал выполнить намеченное. Последний час, последний день месяца, ноль часов европейского времени, закрывается месяц, нужно успеть сделать работу. И я знаю, вчера не один человек долбился до последнего. Кто-то руки опустил еще за три дня до того, ну где, а кто-то бился до последней секунды. Кто-то работал, добивая пять. Пять человек в личную группу за месяц кто-то работал. Я знаю таких ребят. У кого-то получилось, у кого-то нет. И я хочу сказать, что, я хочу сказать, что биться надо всегда до самой последней секунды. Вот до самой последней минуты. Вот до самого последнего момента. Потому что успех, победа всегда приходит за секунду до поражения. До последнего момента тебя проверяют. До последнего момента проверяют твою стойкость. Верь. Верь, и у тебя будет. Не отступай. Бейся. Как бы это ни трудно не было. Как бы это ни казалось невозможным. Просто верь. Однако, при всем при том, бывает, что ты верил, ты надеялся, ты работал, ты старался, ты сделал, казалось бы, невообразимые вещи, ты весь выложился. Ты сделал, ну все. Ты просто чувствуешь, что ты просто опустошен. Ты просто выложился, а результата не добился. Конечно, горько. Конечно, обидно. Конечно, кажется, что все пропало. Конечно, кажется, что, ну просто, ну почему, ну за что, ну как же так, я же верил, я же действовал. Но я точно знаю, что это зачем-то тебе нужно. Бог зачем-то это сделал. Часто Он не дает нам получить, достичь наших целей, которые кажутся нам важными, такими очевидными. Часто Он нам почему-то, почему-то не дает. И мы как малые дети, как малые ребята, плачем, которым конфету не дают. Нам так кажется, что нам нужна конфета. Вот и Бог отец, Он говорит, тебе сейчас не это важно. Тебе сейчас важно получить вот этот урок. Может быть, я не знаю, тебе сейчас важно для твоего будущего, огромного, невиданного, фантастического успеха сейчас пережить вот это маленькое поражение. Тебе нужна закалка. Тебе нужно холодной воды, ведро на снегу вылить на себя. Сейчас они лежат в постели. В постели комфортно, но ты выйди на снег и вылинься в ведро холодной воды. Ты вот выйди, бейся, бейся, бейся и проиграай. Вы знаете, сколько величайших спортсменов проигрывало? Огромное количество. А вы знаете, сколько великих полководцев проигрывали какие-то битвы, чтобы потом одерживать победу? А вы знаете, сколько раз артисты, музыканты, бизнесмены терпели такой кошмар, пережить который казалось невозможным. Полный провал, полное освистание. Или долгие годы вообще ничего. Первые мысли, какие приходят, там, Сильвестр Сталлоне, или там какие-то писатели, которые обивали пороги. И никто их даже не собирался печатать. А потом они становились великими. Или художники. Или музыканты. Или бизнесмены, которые разорялись не один раз. И не два. И не три. А некоторые пять. Полное банкротство. Чтобы выковаться, чтобы закалиться, чтобы стать другим человеком, чтобы понять что-то важное. Чтобы и потом, благодаря вот этому страшному, на сегодняшний взгляд, поражению, которое Бог тебе с обидой на него, двинуться дальше и получить заслуженную победу. Так что, вывод какой. Никогда, никогда не опускайте рук. Бейтесь до последнего. Жмите на газ до последней секунды. Не останавливайтесь. Хоть вы 19-й в забеге из 20-ти. Беги до последней, до финишной черты. Пусть ты ленточку не совал, но ты добежал. Это раз. Второе. Начинать надо заранее. Самая важная мысль. Сегодня 1 декабря. И нужно сегодня начинать. Месяц. Начало месяца. Всегда с начала месяца. Сегодня зима началась. Первый месяц зимы. Первое декабря. Сегодня старт. Впереди 5. Лучше 10. И вперед. Как было бы здорово, если бы 5 было уже 15-го числа. А? Вот так надо добиться. Вот так надо добиться. У нас есть потрясающие ребята. И вчера за одним из них, я не хочу сейчас называть его имени, мы до 2 часов ночи тут долбасились. И я просто восхищаюсь мужеством. Его зовут Роман. Просто восхищаюсь его мужеством, его стойкостью, его жизнелюбием, способностью терпеть лишения и биться на последнюю. Проявлять энтузиазм, проявлять находчивость, смекалку и всем надо брать пример с таких людей. Желаю удачи. Вперед. Первое декабря. Начали действовать.